Честно скажу, не буду ни в коем случае спекулировать на этой большой трагедии. Если вы спрашиваете мое мнение, кто сбил, я думаю, это сбили сепаратисты Донецка и Луганска. Я так думаю. В большом счете сейчас это уже значение не имеет для тех людей, которые были в том самолете, но имеет с точки зрения политических последствий. Собственно, неудивительно, что Владимир Путин в тот день, когда сбили самолет, давал экстренную... Ночью такого не было никогда. Он был белого цвета, он давал экстренную пресс-конференцию для мировых СМИ, не для российских. Наши показывали постфактум. Это черный лебедь, так называемый, в политике. Потому что, если бы были стопроцентные доказательства сразу, то это никогда отмыть уже Донецк и Луганск в глазах мирового сообщества. То есть, это проект надо было завершать сразу же. Это очевидная вещь. Еще раз говорю, я так думаю, что это сбили эти, хотя я не могу быть в этом уверен. Это может быть и провокация. Здесь миллион разных конспирологических версий и так далее. Меня единственное, что удивило, во-первых, вот эта реакция Путина. Во-вторых, все-таки огромное количество постов. И даже показал Live News, насколько я помню. Что, дескать, сегодня взбили военно-транспортный самолет. И сколько было в интернете комментариев, которые стали исчезать через час. Экстренно. Я понимаю, что бывает желание, как бы, может быть, себе приписать чужую, там, удачу или неудачу, но это факт. И меня настораживает нежелание России, нашей страны, поучаствовать в международном трибунале. Я не понимаю, мне все-таки не дали исчерпывающего объяснения, почему мы этого не хотим в противовес сего миру. Почему? Никаких ответов не было исчерпывающих. Это непонятно. Тем более, более того, ведь было доказано, что фотографии, которые Минобороны были сфабрикованы, показывали. Там цифровых шумов полным-полно, то есть фотографии были изменены. Если вы считаете, что вы не сбивали, то почему бы действительно мы должны быть как раз в авангарде стран, которые требуют... Никаких новых данных уже собрать невозможно, это было год назад. Так почему нет? Почему, если мы белые и пушистые, то почему бы нам не провести открытый трибунал и с открытым расследованием в рамках этого трибунала? В конце концов, если с той стороны не будет каких-то железобетонных доказательств, то мы всегда можем... Ну, это же будет очевидно, что доказательств нет. Ну, трибунал может длиться там годами, десятилетиями, как уже была подобная практика. Меня настораживает это. Нежелание честного обсуждения всегда показывает то, что есть какая-то что-то скрытое. Мы не знаем, что есть у американцев и у европейцев. А может быть, у них есть какая-то карта, которую они положат во время трибунала, и все. Вот это тоже меня наталкивает на определенные мысли. И опять-таки, я ни в коем случае не обсуждаю там данные баллистиков, это был избитый самолет, а где-то здесь столько разной информации, что это просто бессмысленно. Но во всяком случае, что украинская, если это не провокация сознательная, это тоже такая версия существует, она имеет право на жизнь, что украинцам просто не нужны были буки. У ДНР нет авиации, и не было, и нет ни одного летающего средства, ни вертолета, ни самолета. А вот то, что ДНР в целом сбивали регулярно украинские самолеты и вертолеты, и безостановочно об этом писали, вот это как раз еще организм, еще один, так сказать, аргумент не в их пользу. Ну, а всякие разговоры про борт номер один, это просто, откровенно говоря, смешно, покушение на Путина. Путин улетает пять самолетов, я думаю, что его бы через Северную Америку повезли. Зная, сколько людей и сколько денег тратится на охрану первого лица, его, так сказать, боязнь покушения, маниакальнюю, как говорят и так далее, то я уж уверен точно, что его над зоной боевых действий бы не повезли. Это все дешевка для телевизионной жмачки. В этот же вопрос, а ведь Россия почему, насколько я понимаю так же, позицию страны, почему Россия в этих трибунала, потому что как раз Россия боится того, что во время трибунала появятся вот те как раз козыри, которые сейчас почему-то молчат, в течение года молчали, а Россия требовала, где ответы, где ответы, где ответы по комиссии. Ну, где, еще раз говорю, ну, мы... Сейчас, секунду. И Россия почему не хочет... Пиши, пиши, мне удобнее сходу работы. Нет, я пишу, ага. Ну, вот, почему не хотят трибунала, потому что это будет как раз трибунал информационной войной, по сути, потому что непроверенные данные, допустим, кто-то выкладывает на трибунал, да, в качестве аргумента, в качестве доказательства. Вот. И весь мир что-то, ну, негодяй. Смотри, против них такие доказательства. Да, понятно. А доказательства не доказаны могут быть. То есть, вот это может превратиться в эту игру, как бы, да, которую навязывают, в принципе, России. Почему? Россия против, потому что она, наверное, боится этого. Ну, вот. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, для меня... Почему? У меня вот такая стран... Для меня это странная точка зрения, потому что Россия боится, что будут брошены фальсификации. Ну, у нас тоже достаточно сильное экспертное бюро. И если любая из брошенных фальсификаций будет раскрыта, а сделать это не сложно с современной техникой, то, так сказать, это нанесет просто не человеческий удар по противоположной стороне, а достаточно одной раскрытой фальсификации, и все. И больше, так сказать, доверия к той стороне не будет никогда, и трибунал можно будет закрывать. Как раз для меня эти страхи, они абсолютно беспочвенно, а вот если есть реальные доказательства, тогда да. Тогда имеет смысл замыливать эту ситуацию довольно долго. Но то, что Боинг, часть большой информационной войны между Россией и за странами Запада, условно говоря, да, и его используют активно для антироссийской накачки внутри, а правда ли, а правда мы не знаем. Еще раз говорю, внутри там Евросоюза, например, то это безусловно так, мы это все прекрасно понимаем. Ну да, да, что я могу сказать. Еще раз говорю, меня несколько смущает то, что мы не хотим открытого расследования, раз мы не имеем к этому никакого отношения. Ух. 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 Продолжение следует...